Тадьяхал. Сейчас мы находимся в обсерватории Гриффита. К сожалению, здесь связь не ловит, поэтому нету гугла, не о чем рассказать. Зимняву, как видите, это знак Долливуд. Сейчас мы пройдем внутрь, посмотрим, что там внутри, что есть интересного. Рыбачим. Рыбачим. По улице Метели. На самом деле, много дел произошло, мы сейчас спускаемся по улице домой, до машины, я получил права, кстати, нашел работу, хатка нашла работу, я не помню, говорил ли я это в прошлом видео или нет. И буквально за прошлый месяц столько всего произошло, что нет времени снимать и так далее, сейчас более мы погружаемся в такую Лос-Анджелес-рутину, постараюсь, по крайней мере, как максимум я смогу ролик в неделю снимать, так что посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот мы зашли внутрь, сейчас посмотрим, что здесь по ассортименту, по объемам, но я слышал, что здесь всего побольше фруктов, овощей, всяких разных продуктов, полуфабрикатов и так далее. Я, кстати, ем протеиновый батончик после зала как раз. Вот первое, кстати, по ценам. Мы переехали в другое место. Клубнику мы берем по 7-8 долларов. Тут она стоит 4 доллара. А вот и помидорки. Мы брали их за 3,5 паунда. За паунд, точнее. А тут они стоят 1,29. Так вот открытие. Такие помидорки. Такой упаковки. Черри. Мы брали за 5 паунд. Тут они 3,99. Либо мы зажрались, обнаглели. Либо... Так, магазин здесь устроен. Тут пакеты всего 2 таких ролика в одном ряду. Еще неправильно поставлены. Приходится рукой вот так сдергивать. Опс. Скидки. Салари. 1,79. Хороший паунд. Пусть их берем. Песная капуста. 1,49. Здесь она выглядит так себе. Но можно найти хороший вариант. Вот и шпинат. Мы берем его за 1,79. Тут он стоит 1,19. Паундер, да, наверное? Такие брокколи. Да, 2-3 штуки. А вот это бокчой. Бокчой. Капуста китайская. А вообще на китайском будет бай цай. Но это, наверное, на глондунском диалекте, поэтому оно прижилось в английском языке бокчой. Наконец мы нашли базилик, который стоит адекватных денег. Во-первых, фиг найдешь его. Он находится в горшочке и стоит по 5-4 бакса. Тут он стоит 1,29. 1,29. Капуста китайский. Огурчики. 1,29. Проблема, конечно, с чесноком. Постоянно берем беспонтовый. Либо он везде такой беспонтовый. Проблема, наверное. Вот он, батат. Здесь стоит 1,29. Такая тыковка. Попробуем манго. 3 штуки за 5 долларов. Где не берем манго, оно так себе. Либо сорт такой, либо я не знаю, что проблема. Но он такой здесь твердый и невкусный. Но в Китае он намного вкуснее и слаще. Такие яблоки за 1,29. Такие фички. В другом магазине мы берем их за 7 долларов. Вот они стоят 5 долларов. Сейчас мы пойдем смотреть мясо. У меня, конечно, более замеченное ожидание. Я думаю, качество будет так себе. Ты готова? Я думаю, будет нормально. Ладно, давайте посмотрим. Самое, что было интересно в магазине, вообще, как будет с мясом. Поехали. И вот ради чего мы пришли. Крутки. Мясо. 10 долларов. У нас уходит около 15-20 долларов за такое количество. Там написано, что нельзя с собаками, но чел ходит. А вообще во многих местах можно с собаками. И в центрах, в моллах разных. Так что здесь это нормальная тема. Такие вот стейки. Стоилось 17 долларов. Такой ассортимент мяса. Такая вот тилапина. Прямоком из Китая. Попробуем. Такие креветки. Взяли две упаковки. Кстати, это 76. Тоже китайские. Марш. 5,99. Тоже берем две упаковки. Напитки. Пробилотик грейс. Пробилотик. 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 Доллара. Берем вот такие йогурты. В них содержится 15 грамм протеина. Цена у них доллар. За то, чтобы. Берем моцареллу. Выбрали. Вот этот за 4.99. Завтракам беда. Надоело есть гранулу, поэтому берем йогурты и вот такие вот закуски на утро. 3.99 пудинг. Такие вот батончики берем. 7 долларов. В том магазине, кажется, они были подороже. Почти 8 долларов. Как узнать, что продукт хороший? Есть такое приложение. Вот оно. Юка называется. И берем, сканируем штрих-код, и он тебе говорит, насколько хороший продукт. У нас 54 из 100. И тут написано его позитивные стороны, и что он содержит. И негативные. Содиум, соль, наверное, да, здесь? Бит солти. Итак, каждый продукт мы смотрим, проверяем. И всегда можем знать его качество. Вот эти печеньки мы всегда берем. Также можно сканировать. Блин, они еще не дешевые. Качество у них, конечно, офигенное. И они очень вкусные. Но почему-то у них слабые показатели, к сожалению. Too fatty. Слишком жирные. слишком сладкие. Калорийные. И тут также есть рекомендации, альтернатива печенье, которые будут лучше в качестве и ее полезности. И еще что я заметил тут в плане напитков таких, таких как Липтон и так далее. Очень мало. Здесь одна кола, да, фанта и пепси. Все. И вот здесь такой чай. По показателям приложение Юки довольно-таки неплохой. И вот мы всегда его берем макьем. Сейчас мы посмотрим цены. Вышло 204 доллара, а в основном у нас выходит 250 долларов. И это при том, это при том, то, что мы взяли алкоголь, шампанское и печеньки. Это будет подарок завтра друзьям. Там одна есть подруга из Китая. Мы пойдем навстречу. Будем праздновать китайский Новый год. Так бы получилось около 180 долларов. Так что экономия 50-70 долларов, наверное. Так что вам такой лайфхак Food for Less. This is an ABC News special report. We're coming on the air right now with breaking news. A mass shooting following the end of a lunar New Year's festival in Monterey Park, California, that's east of downtown Los Angeles. At least nine people reported killed. Let's get right to ABC's Matt Rivers who is there on the scene. Matt, what can you tell us? I'll tell you day before you Thank you,